Здравствуйте! Дело было 28 декабря 2004 года. Поздно-поздно вечером по московскому времени. Произошло очень интересное и редкое событие, которого мы, человечество, раньше никогда не наблюдали. А мы об этом и не слышали с вами, да? Нет, мы это не слышали и не видели. Потому что это событие все было видно только в невидимом гамма-излучении. Сейчас расскажу все по порядке. 50 тысяч лет назад на самом деле это было. В 50 тысячах световых лет от Земли находится объект, который называется магнетар. До сих пор не могут разобраться, как по-русски лучше писать. Магнетар или магнитар. Пока еще правописание этого слова не устоялось. Магнетар это нейтронная звезда с очень большим магнитным полем. Вот, поняли, да? Сейчас рассказываю поэтапно. Откуда берутся нейтронные звезды? Про взрыв сверхновый слышали? Слышали. Вот когда в звезде выгорает ее топливо, то есть заканчивается термоядерная реакция, все, что было в звезде, превращается в железо, звезда начинает схлопываться, сжиматься, потому что ничто ее изнутри уже не распирает. Проваливается все вот в эту звезду, под действием гравитации сжимается, выделяется огромная энергия, и вот эта вот гравитационная, по сути дела, энергия, и выделяется в виде вот взрыва сверхновой звезды. Страшное событие, чудовищное, огромные массы газа в разные стороны летят, страшное дело. Ну, короче говоря, на месте взрыва образуются либо черные дыра, либо нейтронная звезда. Нейтронная звезда, там все электроны и протоны и нейтроны, все вместе слепилось, и получилась нейтронная звезда, как огромное атомное ядро. И вот ряд таких нейтронных звезд являются, так называемыми, магнитарами, они очень сильно намагничены. Теоретики говорят, что долго они просуществовать не могут, и тот магнитар, который в 50 тысячах световых лет от нас, он уже больше не магнитар, а обычная нейтронная звезда, ничем не примечательная. Так вот, наконец, в таком сильно намагниченном состоянии, а вы знаете, что вот у атомного ядра, как у атома, у него есть уровень энергии, и вот при переходе с одного уровня энергии на другой выделяется колоссальная энергия, да, как электрон в атоме. А тут, значит, вот эти вот нейтроны в этой нейтронной звезде. Так вот, в этом сильном магнитном поле, там все эти слова про расщепление уровней, помните, да, вот, это все там звучит. И вот в результате этих вот переходов происходят мощные гамма-вспышки, огромные энергии выделяются. И вот такая мощная гамма-вспышка как раз и произошла 50 тысяч лет назад. И в 2004 году, 28 декабря поздно вечером, этот поток гамма-излучения пришел к Земле. Вот если бы мы видели бы глазами, то это было бы как ярко, как вот свечение полной Луны, представляете, вот так вдруг в небе, бум, загорается, как полная Луна, только вот в гамма-диапазоне. Это сильнее, чем любая сверхновая звезда, которую наблюдали наши астрономы, даже в нашей галактике, да, если бы она взорвалась, сильнее гораздо. Вот такая вот вспышка гамма-излучения. Между прочим, эта вспышка гамма-излучения повлияла на нашу атмосферу, на верхние слои. Что происходит, когда ночь, да? Когда ночь, в верхних слоях атмосферы происходит рекомбинация зарядов, положительных и отрицательных. А когда светло, когда солнышко освещает, происходит их появление, ионизация. Так вот, ночью там было, как днем, ионизация, после этой вспышки гамма-излучения. Конечно, мы на Земле никак не пострадали от этого дела, никак это не повлияло, но все-таки это было событие такого циклопического, планетарного масштаба. Вот вы обратили внимание, в прессе-то об этом как-то особенно не сообщалось. Про падение Тунгусского метеорита мы все знаем, да, отмечали не так давно его столетия этого события, а вот про вот эту вспышку, которую вся Земля должна была бы видеть, если бы у нее были бы глаза чувствительной гаммы-излучения, мы ничего не знаем. Вот нас берегут, нашу психику, от таких событий. Все-таки события циклопические, то есть катастрофа галактического масштаба обошла нас к счастью стороной. Желаю вам удачи, всех вам благ, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok